Творческим людям, как и простым, смертным свойственны слабости. Одна из них – тяга к алкоголю. Кто не выпивал, собственно, я не знаю таких музыкантов нормальных, честно, которые не выпивали. Одни находят силы вовремя остановиться. Они уже перестали узнавать. Я думаю, нет, всё, хорошо. Другие полностью подпадают под власть пагубной привычки. Но в любом случае это страшная трагедия, которая постигла, чем многих людей. Что толкает звёзд к бутылке? Холодильник открываешь, бутылка, в ванну заходишь, бутылка. Миф, гласящий, что это самый простой способ снять стресс? Начинали, как всегда, с того, что на концерте по чуть-чуть, а потом уже к концу концерта все бухие. Или, как это часто бывает, шарше ля фан? Они с Мулявином подсели на водку с Пенкиной. Мулявин порой не мог выйти на концерт. А может, тоска по былой славе? Лежащего на лестничной площадке мужчину обходили или попросту перешагивали через него. Разит алкоголем. Но напился – обычное дело. Потом врачи скажут, если бы скорую вызвали раньше, Евгения Мартынова могли бы спасти. Конечно, его преждевненная смерть – это был удар колоссальный. Я помню, я очень плакал долго. В тот день у Мартынова сломалась машина. Он пошел договариваться с мастерами о ремонте. Прихватил и пару бутылок – отблагодарить. Пили вместе. Вот, может быть, у Женьки была такая ситуация, когда он уже не смог, не мог отказаться. Пьет в компании каких-то работяг? Валяется в подъезде? Не может этого быть. Это точно Евгений Мартынов. Недавний любимец и кумир миллионов. Композитор, чьи песни поют Иосиф Кобзон, София Ротару, Анна Герман, Эдуард Хиль, еще с десяток звезд, а также он сам. Музыка Евгения Мартынова «Песня о моей любви» исполняет лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов, композитор Евгений Мартынов. Ну, Женя, это было, конечно, в те годы его популярность была сумасшедшая. Я даже не представляю, у кого сейчас могла бы быть такая популярность. Вся страна с ума сходила, понимаешь, какие песни, все. Как такое возможно? Почему талантливый автор и исполнитель, прежде незамеченный в дружбе со спиртным, начал отчаянно пить? Ответ до смешного прост и при этом трагичен. Евгений Мартынов не смог вписаться в новое время. Его лирическим интонациям в конце 80-х уже не было места на советской эстраде. Тут вообще он пропал. Пошла вот эта попса, все это, и он просто начисто выпал. Песни про лебединую верность и Аленушку, которые еще совсем недавно были супер-хитами, в одночасье стали неформатом. Публике теперь были нужны другие шлягеры, задорные и разбитные. Многие композиторы не знали, как себя применить в этой новой и диковатой, так сказать, атмосфере искусства, в данном случае культуры, которая образовалась. Вписаться в новую реальность не получилось. Разухабистым и примитивным Мартынов становиться не собирался. А задушевность вдруг вышла из моды. Я говорю, Женя, не переживай, Женя, все будет нормально. Я его поддерживал, хотя в душе мне было тоже скверно, потому что я уже попал, мы все попали, вот, те, кто пел нормальную советскую песню, все попали, вот, что называется, на двор туда выкинуты были. В результате лауреат всевозможных премий, объездивший полмира, постепенно начал сползать в депрессию. Не помогли ни друзья, ни даже любимая жена. Он и раньше выпивал, но в меру. Никогда и ни для кого это не было проблемой. 52 дня – это, так сказать, основная гастрольная поездка. Ужас, тяжело было. И, конечно, там и прикладывались, что греха таить. Он любил выпить, весельчак был в этом смысле, конечно, очень смешной, расходился все. Но при всем при этом, еще, можно сказать, он был очень наивным. Удивительно. В последний год жизни Мартынов пьет, хоть и не буйно, без скандалов и дебошей, но постоянно. Практически каждый день. Рад любой компании. А собутыльники находятся неизменно. Многим лестно поднять стакан со вчерашней звездой. Таких было тоже очень много и, наверное, гораздо больше. Ну как, я с Женькой выпиваю. Знаете, это очень часто. К сожалению, эти люди играют очень отрицательную роль. Алкоголь лишь усугубляет депрессию. Мартынов начинает принимать транквилизаторы. Но при этом не отказывается и от спиртного. Говорит, иначе таблетки на него не действуют. Певец ощущает себя в тупике и не видит из него выхода. Это горько. И на этом сломались судьбы очень у многих артистов. И у певцов, и дематийских актеров. В апреле 1990 года умирает старший товарищ и наставник Мартынова, композитор Марк Фрадкин. Под впечатлением от этого печального события Евгений приобретает на кладбище участок для себя. Около цветущей яблони. Что это? Предчувствуя грядущей весны, Мартынов не дождался. Он умер 3 сентября 1990 года. Очень трудно было выжить таким, таким настоящим, до мозга костей музыкантам, преданным музыке, искусству, каким был Женя. Очень трудно было выжить. Да, конечно, в те времена пили не только артисты и музыканты. Вся страна усердно закладывала за воротник. Это было частью советского культурного кода. А для бывших властителей танцполов и девичьих сердец, вдруг оказавшихся на обочине, трагическим камертоном. Пить стали безбожным. То есть это был фон жизни Советского Союза. И в 80-е годы, к концу 80-х, где-то к середине, это достигло уже, конечно, масштабов катастрофических. И, конечно, на этом фоне очень многие испевались. Очень многие. То, что произошло с Барыкиным, это рядовой случай. Концерт заканчивается. Звучит последняя песня «Давай живи», которую Александр Барыкин написал совсем недавно. В финале исполнитель меняется в лице, но все-таки добивает песню до конца и нетвердой походкой уходит за кулисы. Публика требует его на бис, но к микрофону никто не выходит. У певца обширный инфаркт. Саша умер на сцене. Можно сказать, что он счастливый человек, счастливый артист. Во времена СССР Александр Барыкин работает в лучших ансамблях. Веселые ребята, самоцветы, карнавал, рок-ателье. Но долго нигде не задерживается. Ему, яркому и харизматичному, слишком тесно в устоявшихся коллективах. Вот он был восторженный, шумный. Энергичный, много говорил, громко. Этим он сразу запомнился. Природа щедро наделила его и внешностью, и голосом, и музыкальностью. Но, по-моему, обделила рациональностью. Он был очень нерациональный. Он все время жил в парадигме эмоций и чувств своих. В середине 80-х Барыкин уходит отовсюду и начинает выступать самостоятельно. А в 1987 году получает гран-при на главном музыкальном телеконкурсе Советского Союза «Песни года». И когда он тут пел песни, девушки сидели и трыдали в кладке, потому что он это делал так проникновенно и чувственно, что не было вариантов, чтобы не влюбиться в этого человека. Изматывающая работа, жесткий гастрольный график, все чаще певцу необходим допинг. Он уже не может расслабиться без коньяка. А кто не выпивал? Я не знаю таких музыкантов нормальных, честно, которые не выпивали. Ну, все вы, и, господи, и Барыкин, и Кузьмин, и я, и многие другие, большинство, все выпивали. И через какое-то время от былой популярности не остается и следа. Но Барыкин не унывает. Старается как можно чаще выступать, записываться, пусть и не так успешно. Но дурная привычка снимать любые стрессы алкоголем приводит к серьезным проблемам. Его лечили в психушке. Очень было тяжело уже. Но он все время впадал в запои, из которых он не мог выйти. Распадается первый брак. Барыкин женится второй раз на девушке, которая младше его на 33 года. И даже к немалому удивлению друзей переезжает в Брянск, где живет его новая любовь. Но скоро рушится и этот союз. Музыкант чудовищно тяжело переживает разрыв с женой. Уходит с головой в работу и в новые запои. У него были переживания, это связано и с его личными, а не является трагедией в личной жизни, и с какими-то неудачами. Были моменты, и я это видел. Это когда он просто рыдал, понимая, что что-то там не получается. И о том, что вообще жизнь заканчивается. Были даже такие разговоры. Все, я уйду и так далее. За два месяца до смерти Барыкина настиг первый инфаркт. Врачи строжайше запретили выступления и перелеты. Но Барыкин все-таки летит в Оренбург и выходит на сцену. В последний раз. Алкоголь оставляет человеку немного вариантов. Точнее, два. Либо ты остановишься, либо нет. Лидер группы «Рок-ателье» Крис Кельми вовремя притормозить не сумел. Музыкант закончил свои дни забытой семьей, коллегами и друзьями. Так и не сумев вырваться из замкнутого алкогольного круга. Кельми лечился от недуга в клинике вместе со своим другом Евгением Осином. Но и Осину не удалось бросить петь. Страдавший от цирроза печени музыкант также умер в одиночестве. Его в этот момент окружали только пустые бутылки. Трагически закончила свой путь и Валентина Легкоступова. Некогда популярную певицу увезли на скорой с травмой головы, увенчавшей затяжной запой. Врачам не удалось ее спасти. Человек вообще слаб по своей природе. И не каждый мог сказать, что нет, я выпил чуть-чуть и все. У нас так не было. Если мы начали пить, значит мы пили так, чтобы это с утра было мучительно больно за то, что было вчера. Пережить свою популярность – непростое испытание. Во второй половине 80-х его довелось выдержать многим советским исполнителям. Или не выдержать. Кто оказался неудел, это, конечно, трагедия. Это трагедия. И нужно иметь огромную силу, чтобы пережить этот момент. Тяжелее всего приходилось с тем, кто взлетел в зенит славы в совсем еще юном возрасте. Его называли то маленьким Магомаевым, то советским Робертино Лорентье. Сын заводского слесаря и уборщицы занимался пением в кружке, но его быстро заметили педагоги. Затем был конкурс в детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. И слава на всю страну. Я помню, в детстве, мои родители, включая Терезу, говорят, вот возьми пример с этого мальчика. Я его ненавидел в детстве. Я думаю, почему я должен... Потом, когда мы познакомимся, я говорю, Сережа, слушай, ты меня использовал все детство. Гастроли, съемки, записи, признание именитых коллег. Все это рушится в одночасье. В мае 1975 года на творческом вечере Роберта Рождественского во время исполнения песни «Просьба» Парамонов дает петуха. Его практически сразу же отлучают от хора. А песни, которые писали специально для него и которые он исполнял, отдают другим детям. Ломка голоса. Обычное, нормальное для 13-14-летнего мальчика явление. Ну, это сейчас у нас детей как-то оберегают, ну, пытаются оберегать от этого. А тогда ведь это никто не думал. Эта история предопределила всю дальнейшую жизнь Сережи Парамонова. Он не может понять, почему с ним так быстро и жестоко расстались. И все больше убеждается, его предали. Да, исключительно как предательство. Ну, хотя бы поставили бы вот в хор, да, пусть не на первый план, пусть там на второй. Ну, сломался голос. Достаточно было помолчать там пару лет. И уже вот тем баритоном, что могло образоваться, да, можно было петь какие-то другие песни. Тем не менее, Парамонов не расстается с музыкой. Пишет песни, играет на клавишнах, сотрудничает как аранжировщик с группами Любе и Иванушки Интернашнл. И при этом пьет жестоко и беспробудно. Я его лично устраивал в очень хорошую клинику, да, от Вазятской, да. Причем у нас была разница в возрасте, да. То есть я тогда вообще не понимал, как вот мне 27 лет, ему там 32, и что это такое заболеть алкоголизмом? А потом встреча с любимой женщиной, свадьба, венчание, рождение сына. Он был очень доверчивым, очень дружелюбным, причем вот не по-взрослому, а именно вот по-детски. То есть если он сходился с человеком, если человек ему нравился, он прям вот готов был отдать себя полностью, чтобы вот сделать этому человеку что-то хорошее, чтобы вот как можно дольше дружить и чтобы его не предали. Вот это вот оно все равно всегда в глазах читалось, а ты меня не предашь. Друзья и знакомые Парамонова в восторге. Сергей так воодушевлен этой новой жизнью, что уже несколько лет не пьет, ни грамма. Ему и самому это нравилось. Он очень гордился тем, что он уже 3 или 4 года не пьет. Это вот прям гордость у него была. А потом срыв. Кто сейчас скажет, что именно случилось? Но Мария к такому повороту событий была не готова. Она решительно не знала, что предпринять. Дальше это был первый запой 4 или 5 месяцев. То есть я каждый день пыталась его убедить, что с этим надо завязать. Он мне обещал, что да, да, все, все. Я уходила к маме. Он потом опять бросал пить, звонил, извинялся. Я возвращалась. Проходила недели две и начиналось все сначала. Это было жутко. В периоды запоев Парамонов требовал, чтобы в доме везде было спиртное. Боялся, что как-нибудь не хватит. И вот однажды такой момент настал. Ну, однажды он вот в этом вот состоянии взял ребенка за ногу, вышел на балкон и сказал, что если ты не принесешь сейчас мне водку, я зажму руку. Я поняла, что это крайний момент. Мария позвала соседку, попросила следить за Сергеем, а сама убежала искать водку в 3 часа ночи. Нашла, принесла, налила. А после того, как муж уснул, собрала вещи, сгребла сына в охапку и ушла. Знаете, как он себя укорял в эти минуты, что с ним случается? Опять же, это не дуг. Человек должен понять, что это не дуг. Это тоже значит заболевание. Парамонов пытался вернуть любимого. Правда, весьма своеобразно. Один раз в изрядном подпитии подкараулил на выходе из детского сада. Сказал, что хочет поговорить. Я говорю, я с тобой в таком состоянии, как ты сейчас говоришь, ненамеренно и вообще пойдем отсюда. Дети из окон смотрят. Недолго думаю, он мне врезал по голове бутылкой. Если прежде у Марии была надежда, что все еще можно исправить, то после этого она окончательно поняла. Семьи больше нет. А Парамонов ударился совсем уже во все тяжкие. Я потом говорю, Серега, ты понимаешь, однажды он произойдет такая ситуация, мне кажется, вот близких друзей рядом. Ты понимаешь это? Он говорит, Саша, я понимаю. Я вам так председатель, ну, ну. И вот, потом вот произошло. Сердце не выдержало таких нагрузок. Его тело обнаружили в квартире на полу ванной комнаты. Сергей Парамонов умер в 36 лет, так и не забыв свою детскую обиду и равнодушие взрослых. Мутация голоса – серьезное испытание для детей-звезд. Сергею Парамонову с этой травмой справиться не удалось, хотя супруга пыталась помочь в борьбе с пьянством, как могла. А ведь бывает и наоборот. Порой жены потакают мужьям в этой слабости. Все Володины проблемы, в том числе и злоупотребление некоторыми вещами, лежит тоже в плоскости отношений с третьей женой. А проще говоря, она ему в этом дело была лидером в этих злоупотреблениях и в расслаблениях. Владимир Мулявин – лидер легендарных песняров. Долгое время никаких проблем с алкоголем у руководителя ансамбля не было. Более того, он оставался самым малопьющим в коллективе. Выпиваем, закусываем, так часик посидим. Володя – рюмочку вторую, третью. Вижу, так сказать, расслабили мне саня. Пацаны, все, идите домой, идите домой. Он не был загульным вообще. В песнярах с самого начала действовал, если не сухой закон, то жесткое правило. Никаких возлияний перед концертами и никаких репетиций с похмелья. Когда нужно было средить за дисциплиной, тут он был строг очень. Но я сравниваю с другими руководителями, да, или лидерами ансамблей других, которых мне уже приходилось работать, он был не жестокий, но жесткий иногда. Но это нужно было. Так, иначе ничего не добьешься. Но если в ансамбле дела шли до поры до времени на ура, то в личной жизни Мулявина не без проблем. Три семьи, три жены, но нигде не было такой семейного, теплого счастья. Вот не было. Потому что его просто физически не хватало, наверное. И все эти качества он тратил на нас, на музыкантов, на свой коллектив. В 1981 году влюбчивый Мулявин женился третий раз на актрисе Светлане Пенкиной. С его женой Светланой Пенкиной я познакомил, будучи на съемках на моцфильме в Москве. Мы жили в гостинице, и она там снималась. Она для него оказалась не муза, роковой женщиной. И не только в судьбе Володи, но и в судьбе коллектива. В начале 90-х для группы, как и для большинства советских коллективов, настают непростые времена. И это было начало тяжелого кризиса, конечно. Потому что уже благодаря этому песниры стали терять аудиторию. Песниры стали редко появляться по телевизору. Если появляться, то только на полтора-два часа со своими рок-сюитами. Раз в год, скажем, днем, конечно. Вечером это никому не нужно. Благодаря дружбе с президентом Лукашенко, Мулявин держится на плаву. Выступает с ретро-программами. Из-за ревности неустанной, Из-за ревности злой и глухой, Я мог превратить тебя в камень Своей волшебной рукой. Но понемногу начинает выпивать. И все чаще компанию ему составляет Любимая супруга. Светлана доказала, что она явилась именно тем человеком, Который разрушил молодую семью. Его самого разрушил. Мулявина регулярно видит в невменяемом состоянии. Говорили даже, что однажды его пришлось запереть в гостиничном номере. Но Владимир вышел на балкон и умолял прохожих купить ему выпить. Я, например, на правах старшего все-таки пытался бороться. И бутылки выкидывал. И сам последние годы работы с ним я за стол не садился. Категорически. И это длилось не один год. 14 мая 2002 года на Минском шоссе Мулявин попал в страшное ДТП. Машина вылетела на обочину, Несколько раз перевернулась и въехала в дерево. Позже друзья музыканта рассказали, что накануне он сильно поссорился с супругой и сел за руль выпивший. Он не черствел, не приобретал какие-то хитрости. Человек был начисто лишен таких качеств, которые мы все обрастаем с возрастом. Вот это у него было. Это ему и помогало, как музыканту, но и мешало в жизни. Наверняка мешало, и поэтому судьба у него была трагическая. Впрочем, алкоголь рушит жизнь не только тем, кто начинает с ним дружить от безысходности. У всенародного любимца Жени Белоусова, казалось, не было ни детских психотравм, ни опасных женщин, да и вообще все лучше не придумаешь. Женя Белоусов. Там рекой лился алкоголь. После ухода из группы «Интеграл» Барри Алибасова и начала сольной карьеры он становится настоящей звездой. И жить торопится, и чувствовать спешит. Талант красивый. Женщина к девушке – это что белями падали. Стадионы собирал. Гастроли, клипы, толпы поклонниц, телеэфиры и застолья. Белоусов категорически не может отказать многочисленным желающим махнуть с ним по рюмочке. Якобы, так сказать, друзья-поклонники. Отрицательную роль в жизни очень многих музыкантов. И не только музыкантов. Этот человек был окружен, конечно, и поклонниками, и всевозможными вот такими якобы друзьями. Женька пил. Он не пил, когда он работал в «Интеграле». Ничего подобного не было. Но когда он остался один, вокруг него была такая же свора артистов, так называемых. Ну и все по чуть-чуть. Начинали, как всегда, с того, что на концерте по чуть-чуть, а потом уже к концу концерта все бухие. Все чаще певцу отказывает чувство меры. Однако вместо того, чтобы притормозить, Белоусов решает заняться алкогольным бизнесом. И производили они какую-то водку, и он ее начал сам, типа, дегустировать. И присел на это дело. Следом, понятное дело, проблема со здоровьем. Это отражается и на исполнительском мастерстве Белоусова. Он все чаще выступает под фонограмму. Когда он начал уже просто спиваться в определенный момент, у него начались очень сильные проблемы с голосом. Но он уже пел, было видно, из последних сил. От голоса ничего не осталось. Проблема с вокалом далеко не самая страшная. Врачи диагностируют воспаление поджелудочной железы. Но даже это не останавливает музыканта. Он продолжает прикладываться к бутылке. И в итоге попадает в больницу с приступом панкреатита. Мы с ним вечером и вместе, могу сказать честно, выпили коньяк вечером у Алибасова дома. Собирались мы на музыкальный ринг на съемки в Санкт-Петербург. Вот, он попал в больницу на следующий день. Друзья же не уверены, ничего серьезного, вот-вот поправится. Да и сам Белоусов, вроде бодр, просит привезти ему в больницу кассету с рабочими материалами будущих хитов. Он очень оптимистично относился к тому, что он в больнице, и он был абсолютно уверен, что он вылечится и снова пойдет на сцену. И вот страшная развязка. Приехал в больницу, а меня не пускают, не пускают. Жене в палату, говорю, проведать, надо вот музыку отдать. Выходит женщина, говорит, операция идет уже два часа, говорит, не знаем, выживет, не вижу это. Ночью 2 июня 1997 года Женя Белоусов ушел из жизни. Прихожу в больницу, а говорят, он умер. Я как сел там, так и подняться не мог, не уверен ни ушам, ни глазам, ни самому себе, что у него ноги может быть. Женька Белоусов всегда вспоминается с таким теплотой в сердце и гордостью, что я с ним дружил, был знаком с ним и имел честь работать с ним. Это человек с большой буквы. Разумеется, алкоголь жертв не выбирает. В пьют и спиваются люди разного пола, разных стран, религий и профессий. Но жизнь звезд всегда под особым прицелом журналистов и публики. Поэтому про их проблемы мы так много знаем. Все прекрасно понимают, мы выходим к зрителям. Мы выходим общаться со зрителем. Зритель сидит и внимательно смотрит на тебя. За каждым твоим движением зритель наблюдает. В СССР к пьющим относились снисходительно. А уж к пьющим звездам тем более. Ранимые артисты, тонкие чувствительные натуры, им нужно снять стресс. Пришел на запись пластинки пьяным? Ничего страшного. Перенесем. Сорвал выступление? Напишем. Концерт отменен ввиду болезни артиста. Барри Алибасов убежден. Эти времена безвозвратно прошли. Сейчас, конечно, сами артисты относятся довольно осторожно к алкоголизму, потому что понимают, что это их сцена, это их способ выживания. Или ты живешь и таким образом продолжаешь работать, или ты все. И все же это не совсем так. О проблемах с алкоголем честно рассказывают и сегодняшние звезды. Мария Макарова из группы «Маши и Медведи» призналась, что на протяжении 25 лет пила практически каждый день. Утро начиналось с пива, а засыпала под более крепкие напитки. А в июле прошлого года о пагубном влечении к спиртному поведала певица Максим. Она даже оказалась в реабилитационном центре, где прошла курс лечения от зависимости. Известно, самое главное в борьбе с алкоголизмом – честно признать проблему. Именно это однажды помогло Валерию Юрину, легендарному фронтмену группы «Нана» периода ее расцвета. Пока стакан не выпишу, тряска не проходит. Я все это испытал на себе. Это жуткая зависимость, это паника, это страх какой-то. В этот момент люди умирают, в принципе. Может быть от страха, может вообще от трясучки. Дозы увеличивались день от дня. Все могло кончиться плохо. Я когда два раза лежал в реанимации, мне говорили, что 90% что умрешь. Вы можете умереть сейчас в любую секунду. 90%, 10% что выживете. Ну, я уже все, уже смирился, что сейчас умру. Редко кому удается победить зависимость. Валерий Юрин смог. Правда, по его словам, не обошлось здесь без вмешательства свыше. Ну, и все, и начинаешь думать, что сделал. Вот не успел, блин, столько бы сделал еще. Господи, помоги мне, дай Бог доделать все. И он меня услышал. Я живой. Спасибо, Господи. Юрин не пьет уже больше двух лет. И верит, что эта беда уже позади. У меня при одном виде бутылки водки настали, у меня сразу давление поднимается. Вот только щелчки такие идут. Отойди подальше. Человек и алкоголь знакомы давно. Одни глушат внутреннюю боль. Другие с его помощью преодолевают застенчивость. Третьи пьют от полноты чувств. Четвертые снимают стресс. Причина не важна. Важно то, что любой любитель выпить автоматически становится участником лотереи. Кто-то поднимет рюмку на своем столетнем юбилее. А кто-то не доживет и до тридцати.